привет сегодня я хочу рассказать про то почему горят леса и в этом виновата бабочка бабочка она может летать со скоростью примерно 1000 километров в час да да именно 1000 километров в час это потому что бабочка поднимается на верхние слои вот этой атмосферы то есть они поднимаются выше облаков где летает калибре и бабочка вместе с калибре она просто порхает на одном месте на одном месте порхают а в это время земля сама крутится очень быстро крутится вот и поэтому когда бабочка от усталости обратно падает на землю вместе с калибре да вот земля уже прошла несколько тысяч километров таким образом бабочки перелетает от одного континента на другой континент очень очень то есть очень быстро перемещаются но что такое бабочка бабочка она оставляет действеннице ну свои свои детеныши вода и вот их детеныши появляются вот превращается в шалкопряда сибирского шалкопряда который начинает кушать вот эту листью ницу она кушает и радуется я сам тоже хочу это конечно я не шалкопряд сибирский но она очень вкусная то есть сибирский шалкопряд кушает листью ницу ну потому что она вкусная вот и после этого лес полностью умирает в несколько километров после этого там ничего не растет и таким образом спустя несколько лет там может произойти пожар вот когда я пришел в якутию 1999 году именно тогда пришел шалкопряд и сейчас эти леса все они стоят мертвые там нет ни одного дерева вот что происходит с деревом когда кушает шалкопряд вот смотрите вот это дерево после того как ее кушается шалкопряд превышаться мертвое дерево но после этого я искал еще других насекомых и нашел что не только шалкопряд кушает листью ницу но и многие насекомые например вот смотрите вот какая-то муха ходит да а рядом с ней вот ее личинки стоят вот вот ее личинка стоит вот видите вот вот это ее личинка вот ее личинка она кушает это листью ницу после этого она вот жильтеет видите да вот после этого она жильтеет и таким образом лес тоже умирает да и почему они все эти кушают листью ницу да вот смотрите вот мои зубы они когда я куб их нажимаю до 1 2 3 вот смотрите листью ница не сломалась это потому что если есть высокое давление то листью ница ломается а если если низкое давление то листью ница ломается это потому что если нету кислорода нету атмосферы то лес должен гореть да почему потому что потому что огонь создает углекислый газ углекислый газ поднимается на верхние слои атмосферы заряжается энергией и во время этой зарядки она падает еще на землю и создает дождь потому что она собирает электроны электроны из парада а потом опять отпускает и опять поднимается на небо так вот древесина сгорая углерод дает один тепловой нейтрон то есть из изотопа углерода 13 превращается в изотоп углерода 12 в углекислом газе от солнечной энергии она собирает себе этот тепловой нейтрон и она становится изотопом углерода 13 и когда она уже тяжелее падает вниз соединяется с водой и в это время происходит химическая новая химическая молекула то есть из co2 появляется они он гидрокарбоната да а остаточная энергия падает на землю в виде молнии вот именно эта молния когда падает на землю она должна распространяется над поверхностью каменного угля энергия которая распространяется над поверхностью земли да вот например я молния вот я падаю на землю и распространяюсь по поверхности земли распространяюсь и когда я нахожу какое-нибудь растение да вот энергия вылетает вверх то есть энергия вылетает вверх и она вылетает вот этих иголок вот вот эти вот этих иголок энергия молнии вылетает и создает озон я сейчас покажу что такое озон вот видите вот небо вот голубое небо небо это и есть озон до небо это озоновый слой вот то есть что хочет бабочка бабочка хочет небо смотрите потому что бабочка очень любит свет и до свет и он кушает нектар там мед собирает а а если не будет небо да то эти растения умрут поэтому чтобы свет и не умерли и чтобы не исчезла бабочка поэтому она иногда кушает не свет и а деревья чтобы сделать пожар чтобы сделать пожар и сохранить свое потомство вот смотрите вот это лиственница она покрывает всю якутию вот то есть вчера я рассказал про одного пожарника он говорит что лес должен гореть да я с ним согласен лес должен гореть но сейчас все то что горит лес превращается в дождь проливные дожди поэтому многие страны уходит под воду вот а еще энергия молния должна распространяться по поверхности земли вот я бегал по земле как молния да вот точно также энергия должна распространяться по поверхности земли а сейчас этого не происходит и энергия молния падает под землю да и там под землей она превращается энергию лаву да и вулкан землетрясение вот отсюда и цунами То есть из-за дождя мы получаем оползни, наводнения А из-за энергии молнии, землетрясения, вулканы, цунами А из-за того, что лиственница, вот это Лес горит, да, вот лиственница сгорает Это все, то есть все эти катаклизмы создает бабочка Бабочка, да, ну вот у меня бабочки нету Но есть вот эта стрекоза, смотрите Вот стрекоза есть, то есть одна и та же семья насекомые Вот, то есть у них нету разума, да Но весь этот разум положил им их творец, да Их творец, не наш творец, а их творец Поэтому они действуют по тем законам, которые создал их творец Вот Вот И сейчас у нас вот такой выбор Будем ли мы брать в союзники, ну в свои союзники Вот этих насекомых, да, и эти растения Чтобы и их творец был нашим творцом Это уже ваш выбор Продолжение следует...